Добрый вечер, в эфире Вести. Крачава Черкесия в студии. Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Омикронштамм оказался заразнее всех своих предшественников, но болезнь протекает в более легкой форме и сокращены сроки карантина до 7 дней. Какова эпидемиологическая ситуация в Малкарачаевском районе? Сколько больны, сколько процентов жителей уже провакцинировались? Репортаж Вестей. Следственные действия по факту убийства новорожденного ребенка в Карачаевске продолжаются. Оперативники ищут свидетелей страшного преступления. Архы стал местом в притяжении тысяч туристов со всей страны, что их привлекает в известном горнолыжном курорте. Как сообщили в оперативном штабе, сегодня в республике выявлен 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 34 239 человек. Из них 30 789 выздоровели, 331 человек госпитализированы. Три недели после новогодних каникул показали, что ковидный штамм омикрон все же дошел до Карачаева-Черкесии, а скорость его распространения превзошла самые худшие прогнозы. В соответствии с рекомендациями Минздрав Республики разработал разные сценарии в зависимости от тяжести эпидситуации вплоть до экстренных мер. Омикрон менее тяжел, чем предыдущая дельта, поэтому количество госпитализированных почти не увеличивается, но он в разы заразнее. И хотя болезнь в большинстве случаев протекает как ОРВИ, поликлиники начинают испытывать существенный перегруз. Единый номер по ковидным вопросам 122. На него могут позвонить бессимптомные пациенты, чтобы открыть и закрыть больничный лист. Операторы передадут данные в поликлинику по месту жительства. Документы можно посмотреть через портал Госуслуг. Я хочу отметить, что вот в памятке, которая выпущена Минздравом Российской Федерации 25 января вот этого года, текущего года, приоритет отдается дистанционному наблюдению и консультированию больных. В силу того, что еще раз повторюсь, штамм омикрон коронавируса обладает очень высокой контагиозностью, заражаемостью. Поэтому необходимо как можно раньше самоизолироваться, обязательно носить маску, вот хорошо проветривать помещение, если это в доме, вот имеется подозрение, не уже подтвержденный ковид, и обратиться в единую службу. Дальше уже действовать по направлению медицинского работника, с которым свяжут пациента. Значит, в пользу того, что данный штамм коронавируса протекает, в общем-то, в большинстве подавляющем, в большинстве в легкой степени, ну и имеет признаки ОРЗы, говорит и то, что сроки карантина, изоляции сокращены с 14 дней до 7 дней. В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди жителей республики, во исполнение поручений главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова во всех районах и городах изданы распоряжения введения ограничительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. Запрещены проведения культурно-массовых мероприятий и коллективных религиозных обрядов. Рекомендовано перевести сотрудников старшего поколения на удаленку и усилены рейдовые проверки. По-прежнему самым действенным методом профилактики коронавирусной инфекции является вакцинация. Репортаж из Малокарачаевского района. За прошедшую неделю в Малокарачаевской центральной районной больнице взято на ковид более 600 москов. Проведено 150 КТ-исследований, госпитализированы в ковид-госпиталя 5 человек. Особое внимание районные медики уделяют подготовке к появлению нового штамма вируса омикрон. На сегодняшний день по коронавирусной инфекции в нашем районе мы наблюдаем такой небольшой подъем именно положительных анализов, но подъема среди госпитализированных на сегодняшний день у нас нет. К новому штамму мы готовимся, готовимся активно, создаем дополнительные выездные бригады, обучается дополнительно персонал при необходимости, чтобы разом мы смогли выехать, там 10-15 бригад, если необходимо будет. В районе число вакцинированных, старше 60 лет, составляет около 3,5 тысяч человек. Врачи в сотый раз напоминают, вакцина – единственный надежный способ избежать заражения или осложненного течения заболевания. В Малокарачаевском районе сложилась такая ситуация, что прививка – это единственный способ, чтобы побороть эту коварную болезнь. Прививайтесь, берегите себя и своих близких. Прививка не так страшна, как о ней говорят, но ходят слухи, что после прививки возникают какие-то побочные явления. Но на данный момент никаких жалоб, никаких осложнений не было. Я считаю, что прививаться нужно, так как я сама полгода назад тоже привилась, спутникам ВИИ. Прошло полгода, решила ревакцинацию сделать. Сегодня пришла, сделала спутникам ЛАЙТ, прививку сделали. Я считаю, что прививаться надо, так как ковид-19, как известно, страшная болезнь. В последние дни в Карачаево-Черкесии ежедневно регистрируется более 100 случаев заражения. Жители республики просят быть максимально осторожными и соблюдать все предписания по нераспространению новой коронавирусной инфекции. Мурат Чанкёзов, Медина Чанкёзова и Слава Мурумов. Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии Южные 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 8-10, днём 3-5 градусов выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. Впервые в Черкесске. Выставка страны обезьян и пушистиков. Мартышки и громки. Карликовые бегемотики. С 19 января по 28 февраля в Центре развития предпринимательства. На Горького 8. Не пропустите в Минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений. Продукции для животноводов. 300 участников и экспертов агрорынка. Со 2 по 4 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Продолжаем выпуск. Сотрудниками Следственного комитета Карачаевска с участием следователей-криминалистов был проведен дополнительный осмотр места происшествия по факту обнаружения тела новорожденного ребенка. Подробнее в репатаже Корчебиджиева. Твердым и уверенным шагом криминалисты направляются в один из подъездов общежития Карачаевска. Здесь на одном из этажей была обнаружена кровь. Впоследствии криминалистами выяснилось, что она принадлежит новорожденному ребенку и его матери-убийце, которая безжалостно оборвала жизнь только что родившемуся малышу. 27 декабря 2021 года в Карачаевске возле доме номер 3 на улице Мира в полимерном пакете на земле было обнаружено тело новорожденного ребенка. Сейчас же следователи-криминалисты проводят колоссальную работу по выявлению матери-убийцы. При производстве данного следственного действия применялась специальная криминалистическая техника, с помощью которой можно выявить биологические следы убийцы. Результаты будут находиться в материалах уголовного дела. Полагаю, что следственное управление весь состав, в том числе отдел криминалистики, приложат все возможные и необходимые усилия для раскрытия данного преступления. Виновное лицо должно быть установлено и привлечено к уголовной ответственности. В настоящее время в ходе расследования уголовного дела проводятся оперативно-розыскные действия, направленные на установление возможных очевидцев совершения данного преступления. Изучаются записи с камер наружного наблюдения, расположенных в указанном районе. Обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, а также признаки механической асфиксии. В ходе расследования уголовного дела отрабатывается версия причастности к его совершению не только лиц, проживающих на территории Карачао-Черкесской республики, а также и лиц женского пола, проживающих в субъектах, расположенных по соседству с Карачао-Черкесией. Помимо этого, отрабатываются туристы, иностранные граждане, временно пребывающие на территории Российской Федерации, в частности, в Карачао-Черкесской республике в связи с обучением в вузах субъекта. Более чем у 200 лиц получены образцы букального эпителия, назначены молекулярно-генетические судебные экспертизы с целью определения генотипа данных лиц и проведения сравнительного исследования с теми объектами, которые были обнаружены и изъяты на месте совершения преступления. Следственное управление обращается к гражданам, кто обладает информацией о личности женщины, совершившей преступление, и просит сообщить по телефону 8-928-396-50-42, 8-928-925-7406. Харча Беджиев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Для кого снегопад проблема, для кого сказка, куда хочется возвратиться вновь и вновь. Именно такая дивная краса сейчас в всесезонном туристско-рекреационном комплексе Архыс. На склонах курорта можно зарядиться и подышать кристально чистым воздухом. Осталось смазать лыжи и двигаться в направлении гор. Альбина Ламкова расскажет о тех, кто уже наслаждается всем этим благом. Просто супер! Зимняя сказка в Архызе не может оставить гостей равнодушной. Здесь можно отдохнуть от городской суеты всей семьей. В 10 километрах от поселка Архыз находятся две туристические деревни «Романтик» и «Луная поляна», на которых работают четыре канатные дороги. Мной целью было действительно впервые вывезти детей в горы. Это их первая поездка на серьезный горнолыжный курорт. Место очень понравилось. Оно достаточно тихое, спокойное. Мы живем в селе Архыз. Опять же, для детей это, видимо, оптимально, чтобы была такая спокойная обстановка. И трассы, погода. Нам очень повезло с погодой. Одинаково весело как взрослым, так и детям. В Архызе можно отдыхать не только горнолыжникам, но и тем, кто хочет провести время с пользой как для здоровья, так и просто насладиться роскошными зимними пейзажами. Хоть курорт и молодой, но список развлечений растет с каждым днем. Туристы из Москвы, выбирая его, внимательно оценили качество трассы канатных дорог. Отдыхается отлично. Долго планировали. Причем мы выбирали именно курорт, который подошел бы для отдыха с детьми. Поскольку они у нас только начали кататься на сноубордах. Важно было, чтобы им было в первую очередь комфортно. Все нравится, все здорово, трассы отличные. Во второй половине дня, конечно, уже их достаточно сильно раскатывают. Но в целом это не мешает получать массу удовольствия. Вам кататься? Не страшно было на сноуборде? Ну, сначала было немного страшно, потом, когда начали осваиваться, уже не так. Ну, да, сначала было привкушение, что тут прям горы, а тут нормальные трассы. Горнолыжный курорт Архыз компактный, динамично развивается и совершенствуется. Отдохнув в этом месте хоть раз, туристы приезжают вновь. Ой, отлично отдыхается, погода великолепная. Ну, вообще, на мой избыль один раз, второй раз приехали. Из-за того, что есть очень красивая природа, очень хорошие погодные условия, мягкие грима. Ну, и потом трассы понравились. Ну, я здесь уже второй, третий раз, ну, мне очень нравится. В плане того, что я раньше приходил просто тут, как бы гулял, а сейчас я стал на сноуборд, как бы научился кататься, уже намного больше, как бы, желания сюда приехать и покататься. Мне хорошо нравится, очень горный воздух. Есть и те, которые впервые приехали в Архыз и не пожалели о выбранном месте отдыха. Первый раз в Архызе. Больше всего понравилась поездка на фуникулёрчиках, там тоже катался первый раз, и на сноуборде. Тут очень добрые люди. Могут помочь, где-то уступить деньгами. Но в основном инструкторы очень недоходчиво объясняют и очень помогают. Пребывание в горах запомнится надолго Алине не только активным отдыхом, но и романтикой пейзажа. Поэтому она и уверена в том, что вновь насладится зимней сказкой в Архызе. Альбина Ламкова, Ольга Савенко, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. А дальше смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!